Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этот день он выехал на реку Ятыпор в Пуровском районе. С тех пор ямалец перестал выходить на связь. Вместе с тем следователи не теряют надежды найти пропавшего. Особые приметы. Рост 174 сантиметра, на вид 45 лет, крупного телосложения, волосы короткие, светлорусые, с сединой, глаза серо-голубые. Был одет в куртку черного цвета с желтыми вставками, костюм темно-зеленого цвета, камуфляж, черную вязаную шапку, темно-зеленые сапоги. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по указанным на экране номерам. В Муравленко осудили местного жителя, который два раза обокрал один и тот же гипермаркет. Все произошло в июле, и тогда же владелец магазина обратился в полицию. Он рассказал, что неизвестный, не оплатив товар, ушел из магазина. Спустя два дня это повторилось, причем злоумышленник был тот же. Общая сумма ущерба составила 5000 рублей. Грабителя нашли быстро, в отношении него возбудили уголовное дело. Осенью суд вынес приговор и назначил штраф 6000 рублей. Полиция Нового Уренгоя раскрыла кражу. 8 ноября к ним обратился местный житель, у которого исчезло с карты 6000 рублей. Все началось с того, что потерпевший потерял свой мобильник. Неизвестный его нашел и перевел с мобильного банка деньги на электронный кошелек. Полицейские смогли найти злоумышленника. Им оказался 30-летний житель Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину признал, его ограничили подпиской о невыезде. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 100-99-97